Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. И мы продолжаем играть в шестую целу на самом высоком уровне сложности за Россию. Как будто мы Пётр Первый и ведём Матушку Русь к победе. Хотя я думаю мы тут проиграем, но будем надеяться на лучшее. К победе ведём. Но прежде чем я продолжу игру, небольшое включение и разъяснение по поводу скорости игры. Дело в том, что у меня в группе написали по поводу того, что вырубание ресурсов, точнее там написали про лес, но на самом деле это всех ресурсов касается, не даёт, не масштабируется. Вот смотрите, вот сейчас я на стандартной скорости удаляю лес и мне даётся 27 производства. На той же стандартной скорости, то есть на обычной самой скорости 34 производства даётся от камня. Если бы я его собрал, то у меня сейчас не открыта эта наука. И ещё есть тропический лес. Вот при вырубке тропического леса на стандартной скорости даётся 13 производства и 13 пищи. Теперь переходим на быструю скорость. Напоминаю, быстрая скорость, она на 33% быстрее, чем стандартная. И вот на быстрой скорости вырубка леса будет давать внезапно не 21 производство, как можно было бы подумать, но вот я вам, видите, показываю, что я на быстрой играю. Не 21 производство, а 21 производство. Но на самом деле это касается только в данном случае леса. Сейчас мы перейдём к тропическому лесу, и вы увидите, что там тропический лес будет давать 11 и 11 еды. 11 и 11 еды, производства и еды, если вырубить тропический лес. Вот, то есть это не 33%, потому что 33% от 13 это примерно должно быть 9 хотя бы, если не 8. То есть, если с лесом в данном случае масштабируемость сработала, то с тропическим лесом нет. Но вот сейчас мы, сейчас он загрузил игру вообще на сетевой скорости, то есть она в 2 раза быстрее. Однако вырубка леса тут мне даёт 23 производства почему-то. Не в 2 раза меньше, там хотя бы не 14, а 23. То есть даже больше производства дало, чем если на быстрой скорости. Вырубка тропического леса мне даст сейчас тоже 11 и 11. 11 еды и 11 производства. Опять нету масштабируемости. То есть они в 2 раза меньше, чем на стандартной скорости. И, наконец, тут тоже камень есть. И в данном случае он мне даст, если убирать, вот, собрать ресурс, 29 производства. А напомню, на стандартной скорости было 34. И вот, собственно, возникает вопрос. Это баг или разработчики специально сделали, чтобы на быстрых скоростях игра шла быстрее? Ну, а теперь можем продолжить наше покорение планеты. Что ж, прошлую серию мы занимались тем, что развивались. Надеюсь, этой серией мы займёмся тем же самым. Никто не будет на нас нападать. Нашли уже Аравию, тут Египет. Надо ещё 4 нации отыскать. И немножко наши дела с развитием поправить. Уже два кампуса... Нет, один кампус построен. Ещё два строятся. Ещё вот тут коммерческий район строится. Города улучшаются. Надо лимит жилья повысить. Потихоньку развиваемся. Я надеюсь, что в это время компьютер со всеми своими офигенными бонусами, с кучей юнитов и прочим будет воевать между собой, своими юнитами. Ну, вот меня Скифия немножко не любит. Кстати, вот Египет тоже не... У меня с Грецией и с Ацтеками пока нормальные отношения. Хотя... Налогоплательщик это тот, кто работает на федеральное правительство. Так, плюс довольство в городах с гарнизоном. Но не обязан сдавать экзамен на должность госслужащего. Плюс культуры за каждый построенный в нём специализированный район и союз. Ну, союз я вряд ли с кем-нибудь заключу. Я вот, знаете, подумал, а в прошлой серии... Помните, возмущался, что куда-то делалось плюс 30% к производству рабочих? Мне кажется, что вот это крепостное право, вот эта карточка заменяет плюс 30% при создании рабочих, потому что это было бы слишком жирно, что рабочие строители получают и два действия больше, и строятся быстрее. Это слишком круто. Поэтому пока... Пока нет. Ну, то есть, вот это крепостное право заменило ту карточку. Но я не буду сейчас вот применять меритократию, например. Пускай пока останется так, как есть. Так, дальше будем гильдии изучать. Что у нас тут? Плюс 100 с промышленной зоной. Центр коммерции плюс 100. Плюс 2 очка великих торговцев. К тому же еще чудо-чеченицы. Ну, давайте гильдии откроем. Так, тут мы храм построили. Университет два хода еще открываем. Давайте, наверное, амбар построим. Пускай тут будет плюс 2 жиле, как раз два хода, а потом университет. Занимаемся строительством домиков. Реально. Так, давайте апнем. Ну, пускай пока вылечится для начала. Так, а что у нас в Астрахани? Лимит жилья есть. Ну да, надо пока тут построить шахту. Тут мы сейчас молочко обработаем, чтобы нам в бутылочках его приносили. Так, тут границы японца. Это мы Килиманджаро нашли. Тут у нас Египет. Тут уже границы японца. Ого. А Ацтек случайно с Египтом не воюет? Нет, Египет воюет позже. Японцы, по-моему, со всеми воюют. Японцы воюют с Египтом, с Ацтеками. И с Бразилией. Ничего себе. Слушайте, а у кого-нибудь вообще есть хорошие отношения? Видите, у Бразилии плохие отношения вообще со всеми. У Аравии тоже со всеми. Ну, чуть получше, типа, с Грецией. У Скифии тоже со всеми плохие отношения. У Японии со всеми плохие отношения. И с тремя война идет. У Ацтеков со всеми плохие отношения. Вот у Перикла более-менее хотя бы с Египтом и с Аравией. То есть, получается, на самом деле, у меня тут самые лучшие отношения со всеми. Если уж так откровенно говорить. Вообще, очень-очень странная дипломатия тут. Просто очень странная. Так, основан торговый пост в Соликамске. То есть, закончил бегать караван, видимо, из Соликамска в Санкт-Петербург. Наверное, отправлю в какую-нибудь другую... Наверное, вот в Греции отправлю. Так, новое задание от ГГшки. Вызвать вдохновение для божественного права. Так, давайте пробежимся по ГГшкам. Божественное право и проложить торговый путь в Преслов. Что у нас с божественным правом? Божественное... Постройте два храма. Вполне, кстати, вполне могу. О, это кто? Египет. Так, мне тут открытые границы, наверное, вряд ли от стеки дадут. Так, бегал в Соликамск. Могу в Эфес отправить. А в Афины не могу, потому что вот эту клетку... Ну, нету... Нету дороги. 4, 3, 5, 2... А что у нас по поводу... Ага, лимит жилья пока тут есть. Дом собраний, 225. Ну, потому что нету храма в этом городе, поэтому я дом собраний не могу купить. А храм мне надо построить, чтобы... Улучшить... Я думаю, все-таки пустить на производство 4, 3... Или пускать все-таки в соседние города... Смотрите, Рио-де-Жанейро, 8 науки. Эфес, 3 науки, 8 культуры. Но я на науку уже пускаю один караван. В Рио-де-Жанейро. Давайте мы, наверное, пустим в Эфес на культуру. Да. Сейчас по культуре отстаю. Что нам тут говорит? У грека 105, а у меня 26. Сейчас будет, кстати, уже 32 к следующим ходам. Так, этого чувачка давайте апнем. Да, мне, кстати, в комментариях написали интересную вещь, что... Не совсем верно жилье. Точнее, жилье правильно. Вот видите, несмотря на то, что 6 на 6, но уже рост населения заметился на 75. Когда 5... Хотя, может, есть в каком-нибудь городе? Типа на одно меньше. Вот 7 на 9 еще нормально. Вот если будет 8 на 9, то уже на 50% замедлится рост. То есть тоже на это надо внимание обращать. Уже 5 на 6, то есть когда не хватает одного... Еще типа вроде одно жилье хватает, но уже рост замедляется. Вот такая тут интересная система. С ростом городов. Правительство отстеков сменилось на торговую республику. Кстати, у меня еще... Вот это все торговая республика, теократия и монархия нифига не открыта. Кстати, где оно все? Вот монархия. Вот мне надо божественное право быстрее усугодить. Учинок образованного ума, способность принять... Универы. Отлично. Два университета книгопечатания. Откройте у нас такую гильдию. А гильдия... Вот, гильдия через два хода, поэтому можно вот это продолжить. Так. Тут начинаем строить универ. Плюс четыре науки, плюс одно жилье, плюс одна ячейка горожан. Великого ученого входа. Так. И Санкт-Петербург у меня растет. То есть у меня тут все стоит на рост. Вот надо еще обработать клеточки. Так. А вот здесь нужен храм. Или в Казани. Святилище три. Давайте тут в Казани библиотеку. А в Астрахани храм. Ну, в святилище, а потом храм. Так, тут перестало бегать. В Санкт-Петербург, видимо, был. Давайте посмотрим теперь, куда Рио-де-Жанейро бегает. В Эфес бегает. Ну, на Мадол всего лишь шесть. Давайте, наверное, в Бразилия. А Белем больше денег даст. Давайте в Белем. Так, Петербург. Какие клетки обрабатывает? Вот необработанная клетка. А вот тут можно фермы построить. Как я говорил в прошлой серии. Но сначала сделаем лесопилку в лесу. Так, Египет. Ого. Ну-ка, давайте глянем армию теперь у скифов. 2168. У Японии 1874. 1816 у Египта. У Ацтеков 1042. 953. 915. И у меня 500, будем считать. Так, ну и куда мне тут бежать? Ко нем. Он хочет право прохода. Ну, окей. Он фиг знает где. Нафига ему право прохода. Ацтеки торгуют с Россией. Вот это называется торговля. То, что мы право прохода друг другу дали. Уж торгуем, так торгуем. Прям безостановочно. Бразилия в эпоху... А, от эпохи атома переходит к информационной эре. Нормально? 980 год. Отличный уровень сложности. Смотрите вообще. Вот где Египет, а вот где Бразилия. То есть, на самом деле, я как бы, ну... По-хорошему, вот это расстояние для божества, это еще неплохо. Но, насколько Бразилия оторвалась по науке, это трындец просто. Просто трындец. Я думаю, что это именно из-за того, что у них есть джунгли, и эти джунгли очень много дают науке районам с наукой. Так, я, в принципе, могу кампус построить, но я построю светилище. Давайте торговца тут построим. Так, вот я пойду засвечивать местность, чтобы всякие варвары мне не разграбили караваны. Хотя, вроде, кстати, тут шестой циви, вот я на исследованной местности, мне показывают лагеря. Так что, может быть, даже и не надо засвечивать. Это привычка чисто из пятой цивы. Так, давайте проверим насчет посольств, куда я еще не отправил. Не понял. Микрофон произошел, но в Афины нельзя делегацию отправить все еще. В Японию, наверное, тоже. В Скифию нет. Так, Сладину я отправил. И в Бразилию, наверное, тоже нет. Зашибись. Самое прикольное, что у них между собой, у всех, тоже офигенно плохие отношения. Какая-то... Что-то все очень странно, в общем. Так, тут мы не пройдем. Так что, святилище, университет, Египет осудил Невостояние Аравии, Египет использует рыцарей. Правительство Греции сменилось на демократию. Ну, окей. Мы откроем гильдии и ускорим банковское дело заодно. А что у нас в гильдиях? Мы не должны совершать обходы, чтобы арестовать гильдию воров. Здесь справедливая зона с центром коммерции. Так. Великих торговцев. Может, мне поменять на великих торговцев? Потому что ученый как-то не скоро будет, а вот торговец вполне может быть. Хм. Давайте, наверное, так и сделаем. Так. Два очка великих ученых поменяем на два очка великих торговцев. А тут новые строители на два больше. Вот это поменяем на бонусы от соседства с центром коммерции. Что он, по-моему, уже во всех городах построен у меня. Вот. 49,2. 61,3. Отлично. Прям офигенно. Так. Давайте начнем тогда. Средневековые ярмарки. Так. Здесь мы построили святилище. Строим храм. Здесь. Лесопилку. Так. Ну, тут пока рыцаря и оставим в этом месте. Пройдемся по городам. Микроменеджмент. Так. Так. Еда. Рост. Пять ходов до роста. Может, блин, поменять. Тут этот рис. Опять. Или вон киты. В принципе, я тут гавань могу построить. Кстати. Но, правда, я еще не открыл. В общем, надо вот тут фермы строить быстрее. А то в Санкт-Петербург будет медленно расти. Тут лучше рис не убирать. Пускай так и будет. Пускай растут. Что-то поменяем тут на производство. Тут производство. Надо сделать лесопилку. Ну вот. Пять из шести лимит жилья. Открываем. И уже 50% замедлился рост. То есть, когда один остается до лимита жилья, уже на 50% рост меньше. Вот так вот. Так. Убегаем обратно. От стейки уже к промышленной эре переходят. В 1000 году вполне нормально. Всегда, всегда в это время перехожу к промышленной эре. Все путем. Все по плану. О, а я в возрождение вышел. Если ты должен банку 100 долларов, это твоя проблема. Поняли? Поняли? Я уже в возрождении. Ну что это? А, это граница Египта. А Египет с Ацтек... Ой, не Египта. А Аравии. Аравия с Ацтеком повоевать не хочет? Совершенно случайно. Так. Наверное... Наверное... Так. Торговый путь в Сеул. Божественное право вдохновения. И торговый путь в Преслов. Фрегат. И торговый путь в Хатусу. О, как. Сколько торговых путей. Ну, пожалуй, пока в Сеул отправим. Очень много торговых путей в города-государства. Так. Откроем судостроение. Стоп. Где у нас там вообще гавань? В каком месте? Вот. Я бы в Питере построил гавань. Тут библиотека готова. Давайте универ. Универ. Храм. Торговец. Торговца мы, наверное, в Хатусу отправим. Я явно очень медленно расту. У меня слишком много веры, которую не на что тратить пока. Вот видите, тут еще не работает та система, которая была в 5-й Циви. То есть, видите, у меня даосизм. Прокладывает курс по звездам, а не по огням проходящих. Даосизм есть и в Астрахани, и в Соликамске. Не, ну я не могу тут купить себе миссионеров этой веры. А, не могу. Чего ж это я? А, потому что у меня святилища тут не было, поэтому я не покупал. Все ясно. А теперь у меня святилище есть. Я могу миссионера и распространить в Санкт-Петербург и Казань. Даосизм. Отлично. И покупать за веру. Так, у меня тут кампус есть. Ну вот, библиотеку купим. И университет. Отлично. Зашибись. Уже наука пошла. Так, кто тут объявил? Войну Саладин объявил войну в Монте-Суме. Зашибись. Только лучше бы вы с Бразилией все воевали, а не между собой. Так, астрономия. Дворец Потала. Все, тут рабочие закончились. Двагис это не просто карта или справочник. В этом приложении множество полезных фильтров. Например, можно не только увидеть все новостройки на карте, но и отфильтровать строение по стоимости квадратного метра, году постройки, материалу и прочему. Так что заходите на двагис.ру и пробуйте. О, Испания. Отлично, молодец. Я за тебя рад. Ты офигенный чувак. Большая с тобой честь познакомиться. Давай информацию о столицах обменяемся. И я к тебе хочу посольство отправить. Как ты на это смотришь? То есть он вроде как согласился. Окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще три штуки где-то. Боже, выпустите меня отсюда. Давайте глянем. Должны воевать, по идее. Испания только что приняла иностранную делегацию. Похоже, это делегация России. Зачем вот он мне сообщает? Вот эти слухи о том, что я сделал. Реально. Нафига это? Что-то коняшка как-то не особо получает много урона от мамлюков. Или это чисто город обстрелялся. Так, божественное право. Вот что блестит. Вот что мудрость говорит. Театральные площади. Ага, вот тут появилось плюс два жилья. Во всех городах с тремя и более специализированными районами. Вот это возьмем. Так. Повели. миссионеров Казань. Следующая. Союз. Ну, союза, к сожалению, не смогу. А тут, ну что, торговая республика. Вот что мне надо открыть. Великий человек. Писателя. Ну, пока мне его некуда посадить. Но скоро я за веру в Казани куплю. О, Пушкин что ли? Александр Пушкин. Отлично. Отлично. Создать шедевр. Круто. Так. Так, 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 так. Куда я хочу отправить торговцев? И могу. Ну, в Белем у меня... Так, куда он мне бегает вообще? В Бразилию, в Рио-де-Жанейро и в Белем. В принципе, в Порту-Алегри. Хотелось бы в Порту-Алегри из Санкт-Петербурга. Потому что тогда он будет пробегать два торговых пути. Так, в Астрахани мы построим... Так, дом собрания мы сейчас купим за веру. Зашибись. Так, напомните мне, пожалуйста, дом собраний что делает? Три веры и два производства. Ну, круто. Просто круто. Мы теперь можем еще апостола этой веры. Но нам пока достаточно миссионера. С другой стороны, мы можем апостола мученика? Нет, миссионера. Миссионера. И в Астрахани мы построим... Ну, денег мне пока достаточно. Поэтому давайте строители. А в Соликамске... Видимо, кампус. Или святилище. Ну, кампус. Ого, какие-то поселенцы тут у Египта. У Брюсселя выполнили задание. У Брюсселя выполнили задание. В Хаттусу сейчас проложить торговый путь. Преслов, Сеул и Хаттуса. Ну, в Хаттусу-то я как раз смогу проложить. А вот... Преслов и Сеул... Пока нет. О, блин. Дайте мне выйти отсюда. Ну, вот... Ну, вот... Вот у Египта историческая цель, да. Типа, что... Когда слабая армия, ей-то не нравится. Сейчас я даже гляну. Конечно, позволю. Я хочу с греками в мире существовать. Египет осудил недостойные действия Греции. Хм. Ну, видимо, у Греции тоже не особо там с армией. Причем я, кстати, не на последней... То есть, да, у меня больше, типа, армия, чем у грека. Круто. Давайте глянем. Царица Нила. Ну... Что-то какие-то проблемы с микрофоном периодически. Симпатизирует цивилизациям сильными армиями и стремится заключать с ними союзы. Не любит цивилизации со слабыми. Вот тут как бы понятно, да. То есть, вот если бы Египет на меня напал, там, оскорбил и прочее, вот, типа, это заложено в его поведении. Но то, что делали там Бразилия... Блин, всего лишь три золота и две науки. Но... Хатуса неплохие бонусы дает к моим кампусам, так что надо выполнить задание все-таки. Шесть послов будет плюс две науки дополнительно в каждом кампусе. Так как у меня будет четыре кампуса, то восемь... плюс восемь науки. Ну... Неплохой бонус. Блин, а куда тут Египет марширует? Мне вот интересно. Блин, нифига себе тут армия вот стека. Так, проверка городов. Этот следующим ходом вырастет. Тут уменьшается, но это нормально. Этот следующим ходом вырастет. Тут все на производство. Осуждает меня нормальный человек. Астрахань, Санкт-Петербург, Хатусы и Фес... Ну вот тоже у ацтека там явно на... На армию какая-то фигня есть. Греция осуждает Аравию. Греция основывает Микены. О, еще Испанец меня осуждает. У вас разные... Отличные... Отличная локализация. Локализация прям... Пять баллов. Так, знаете, что я университет район с горой сейчас построю. К сожалению, не успел переключить... Ну, не заметил, что надо переключиться. Поэтому давайте судостроение откроем. Потом массовое производство. А потом книгопечатание. Так, универы построены. Десять населения нужно... Ну, вообще... Акведук, конечно, необходим. Да, и придется, видимо, его тут строить. Хотя, с другой стороны, именно в Санкт-Петербурге он не нужен. Потому что тут лимит жилья выше крыши. Поэтому давайте строители пока построим. Так, в Казани... Есть религия. Ну, универ... Вот я куплю амфитеатр. А универ следующим ходом построится. И здесь у нас Евгений Онегин. Ну, постепенно из ямы начинаем... Это волчья ямы из огромных скал, увенчанных известняковыми иглами. Да, они могут поцарапать тебе личико. Ооо, могут личико поцарапать. Ооо... Постепенно начинаем выбираться из... Боже, сколько тут ацтеков-то. Хорошо, он не мой сосед. Вот я тут с победой. Греция в религиозную. Ну, тут это вряд ли, конечно. В культурной, в научной. Но... Вот это лидерство Бразилии, это трындец просто. Вы посмотрите. Она опережает на две эпохи вообще всех. Просто всех. В науке. Обалдеть. А что там вообще у Бразилии? Наконец-то Греция Бразилии войну объявила. Вообще, я считаю, что все должны с Бразилией воевать уже. Он так спокойно в космос улетит. Я уже, кстати, по науке обогнал скифов. Боже, у них 33 вход науки, а у меня 78. Ну, так, слушайте, у меня тут... Не так уж и плохо по науке по сравнению со всеми. Вот меня опережают пока только арабы. По науке вход. И Бразилия, и все. Сеул объявил войну Хатуси. Ну, это потому что Грек там пообъявлял всем войну. Так, в Соликамске жилье закончилось. Тут все на производство. Блин, я, наверное, театральную площадь построю, потому что у меня религии много и можно покупать за веру хоть что-то. С одной стороны, я сейчас вот в Питере ее распространю. И дом собранников. В принципе, у меня уже как-то так вера подзакончится. Хм, так может лучше промышленную зону. А я напоминаю, что в промышленной зоне фабрика действует в радиусе шести клеток. Поэтому имеет смысл в случае Астрахани промышленную зону вот тут строить. Она тогда на все города фабрика будет. Промышленная зона еще сама не будет. Еще надо будет мастерскую построить и фабрику. Только тогда она будет на все районы действовать. Так, кампус есть. Амбар, древние стены. Давайте святилище построим. Так, Астрахань. Что обрабатывает? Есть лесопилка обработана. Ага, вот тут надо обработать клеточку. Так, Санек, Александр Сергеевич, пока отдохните. Александр Сергеевич, милый, что же вы нам ничего не сказали. В последнюю осень. На-на-ра-на-на. На-на-на-на-на. Испанские апостолы. Слушайте, а... Это религия, которая стоит... Это, наверное, религия Бразилии, да? Не, Греции? Отлично. Я рад Греции помочь. Кампусы театральные. Ну, еще раз повторяю. В прошлой серии я говорил, это неправильный перевод. Позволяет покупать не кампусы и театральные площади, а здания в кампусах и театральных площадях И все остальное то же самое, если что-то похожее есть Так, дома собрания построил Плюс одна науки, плюс одна тоже неплохо Фанатичные проповедники Так, у меня все города уже в этом даосизме надо сделать фильтр Но вот в Казани и Санкт-Петербурге маловато, сейчас я еще раз Ну в Санкт-Петербурге главное распространю А так норм Одна религия с Грецией, вообще еще дружбаны мы с ним будем Ну вот меня Испания и Египет ненавидят, так они хрен знают где Так, могу я к тебе отправить делегацию наконец? Да ты, да ты, блин, чувак с дебильным шлемом на голове Норм Ого Лагерь варваров Так, тут мы все исследовали Побежали к японцу Так, что у нас с наукой и культурой? Ну сейчас ход начнется, в принципе Чего, чего сейчас смотреть? Дуболомы скифов тут что-то ползают Ну мне не нравится, как у меня города растут Что-то я, наверное, не особо понимаю Хотя, с другой стороны, в Бразилии вон 11 Столица У Грека 9 Русская долина Ну тут что-то бразилец вообще рвет Рвет и мечет Так, я построил рабочего Чтобы строить гавань, мне нужно 10 населения Так, что у нас по великим людям? Торговец у нас там скоро Блин, бразилец первый торговца заполучит, как я понимаю Мне театральную площадь тут хочется Не, ну гавань в Санкт-Петербурге нужна Чтобы хотя бы рыба А, это вообще киты Китов обработать Да и морские юниты не помешают Акведук тут пока не нужен Ладно, давайте банк построим Через 4 хода вырастет и будем гавань строить Так, здесь Лимит жилья через 2 хода Храм, 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 храм Давайте, наверное, амбар Повысить лимит жилья Так, там бежит К Соликамску Вот сюда нам надо А Питер что обрабатывает? А, надо еще ферму тут построить Я давно хотел Что вот этот Вот этот Житель фигню Обрабатывает По моему мнению А тут хоть бонус получим От 3 ферм Рядом Тут же холма нету Нету На халяву 25 золота Правда Уже это не так круто Как в начале игры Блин, там границы Египта Хатуса Что он, кстати, по городам-государствам Сеул еще О, шпион Что ли Я словил шпиона Видимо Бразильского Я так понимаю Греческая империя Ах ты Теперь могу Поторговать с греком За шпиона Интересно Что он мне даст Не могу дождаться Торговли с ним Цвет модели Т Может быть любым При условии Что он черный Верфь Так Грек Смотри Что у меня есть Аристит Что ты мне предложишь За Аристита 20 золота В ход И 17 Так Да? Почему нет? На здоровье Делегацию Ты не хочешь Принимать Ну Очень Очень Зря Вот Видите Добавилась Жрачка Теперь Наконец-то Переключим Почему Тут все равно Житель тут Сидит Кто не знает О Перепрыгнул Таки Два Хода До роста Окей Что у нас В Астрахани Давайте-ка мы тут Болото Осушим Что обрабатывается Ну Все Все вроде Путем Обрабатывается Поселенцы Какие-то У них Куча Армии У всех Этих Цивилизаций Ей Фрегат Хочешь Чтобы я Создал Вильнус Это Вильнус Хочешь Какая-то Еще Еще Какое-то Одно Государство Хотело Фрегат Так Промышленная Зона Амбар Банк Кампус Блин Может Когда он До 10 Вырастет Промышленную Зону Все-таки Построить А не Гавань Столько Всего Вкусного Столько Всего Хочется Построить Так Дюнет Еще Хочет Походить У меня Чего Видите Что Тут Написано Куль Оба Что Ли Офигенные Конечно Цвета На которых Ничего Не разглядеть Торговец Галина Услышал Что Греция Использует Рыцарей Ох уж Это Галина Ну Промышленный К новой Эре Я Мончил Что Уже От Атомной Эре К информационной Бразилия Фиг знает Когда Вышла День Когда Мы Перестанем Исследовать Окружающее Станет Началом Конца Мы Обречем Себя На Существование В Косном Мире Давайте Сменим На Торговую Республику Так Два Очка Великих Торговцев Идет Тут Плюс Одно Довольство С Городами С Гарнизонами Плюс Пятнадцать К скорости Роста Города На Другом Континенте Это Нет Плюс Два К жилью Всекратных С Тремя Бонус Соседства С Центром Коммерции Плюс Сто Может Это Поменять На Бонус От Соседства С Кампусом С Промышленной Зоной С Театральной Площадью С Кампусом Давайте Поменяем И И И Великие Ученые Писатели Полководцы С Промышленной Зоной Ну Вот Давайте Еще Плюс Сто Процентов Со Священным Местом Вот У нас Плюс Сорок Три И Плюс Восемьдесят Тут На 10 Увеличилось Тут На 7 Слушайте Ну Смотрите Бразилии До Конца Вот Чуть Чуть Осталось То есть Бразилия Где-то По техам Получается Вот Тут Находится Зашибись Да Ладно Ладно Он меня Обыгрывает Он Все Все Остальные Компьютеры Смотрите Насколько Обыгрывает Просто На Две Эпохи Обалдеть Обалдеть Так Божественное Право Откроем Увеличено Количество Торговых Путей Торговую Республику Открыл Я Катерин Рем Мэр Франции Я Желаю Велик Мо Рай Я Главное Движение Открою Все Ваши Секреты Класс Класс На французский И бухарик Такой Еще К тому же Je Сви Катерин Je Сви Шарли Так Правильно Где делегацию Что у нас тут По науке Где 39,9 87,7 По культуре 44,4 В общем Со скифами У них По идее Должна быть Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Короче Еще Двух Я Не Нашел Да Вот Раз И вот Два Так Мне надо Тут Чтобы везде Гарнизоны Были В Астрахани В самом Петербурге В Казани Везде Гарнизоны Есть Отлично Довольство Плюс Три Довольство Плюс Два Все Зашибись Где Ничего Ничего Не могу За веру Нормальное Купить Так Тут Надо Храм Достроить Тут Храм Надо Достроить Ну Хотя Тут Надо Точнее Достроить Именно Кампус Я куплю Все На Науку Здание Библиотеку Там Универ Ну Бразилец Прям Улетает По науке Откровенно Просто Просто Откровенно Улетает Миров Может быть Не сильнее Меча Но Печатный Станок Тяжелее Так Тут Кампус Так Вот тут Храм Надо Построить Ага Тут Торгов Ага Блин Надо Еще Торговцев Построить У меня Будет Еще Лишнее Так Давайте Смотреть Куда Этот Бегал Бегает В Рио-де-Жанейро И в Белем В Порту-Алегри Наверное Стоит Отправить Видите Плюс Одно Золото Из-за того Что у меня Один Торговый Пост По дороге То есть В Занзибаре Уже Есть Торговый Пост Поэтому Поехали Всегда Выгоднее Отправлять Караваны В те Цивилизации Которые Более Развиты Так Тут Обработано 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 Тут Обработано Вот Клеточка Еще Не Обработанная Рабочими Ну вот Куда мне Этим Рыцарем Бежать Тут Мы уже Все Исследовали Тут Тоже Не Пройти Хотя Вот Миацтек Открыл Границы Может К нему Сбегать Пока Так В Астрахани Мы тут Что ли Меджилья Достигли Блин В Санкт-Петербурге Забыл Переключиться На строительство Района Что Банк Мне Нафиг Пока Не Нужен Астрономия Заставляет Душу Смотреть Знаешь Ли Странные Бабы Которые Сидят В пруду И Раздают Мечи Не Могут Стать Опорой Государственного Строя Не Надейся Что Получишь Верховную Власть Только Потому Что Отличная Цитата Конечно Чудеса Я вообще Нифига Не строю Но Прямо Скажем При При Игре На последнем Уровне Сложности Строить чудеса Откровенно Вряд ли Получится Так Давайте Три Мастерских Надо Построить Там Фабрика Будет Я вряд ли Три Мастерских Успею Построить Распространить Свою Религию Тоже Я вряд ли Успею Точнее У меня просто Нету Религии Как Я ее Вообще Не распространю Просто Так Что у нас Тут Тут Надо поставить На производство Обработано Обработано Вот Лесок Не обработан Еще Какао Могу Обработать Кстати Так И это Вот тоже Катстеку Отправим Боже Опять Калинка Это Издевательство Бесконечная Калинка Когда вы умрете Попадете в ад И вам будет Постоянно играть Калинка Ну а что А что Им еще Играть Так Да В Санкт-Петербурге Хотел Район Начать Строить Тоже Промышленную Зону Хочу Театральную Площадь Но Промышленная Зона В данном Случе Она будет Работать Сразу Несколько Городов С Фабрикой Поэтому Ее Очень Важно Построить Вот Здесь Еще Гавань Надо И Театральную Площадь То есть Блин Мы тут Не пройдем Развлекательный Комплекс Греция Построила Ого Бразильцы Там уже Пушки Пошли Камни На моем Пути Я их Подбираю Так Ну в принципе Надо Индустриализацию Я не успею Три мастерских Построить А фабрики Тут Нужные Вещи Так что Начну Открывать В тридцать второй раз Мы слушали Калинку Малинку Так Тут Все Хорошо Обрабатывается Ну Тут Если Вот так Сделать Вот так Лучше Так Здесь Здесь Тоже Все Путем Так Вот тут Надо будет Лимит Жилья Конечно Поправить Только Непонятно Как А ну Конечно Я могу Акведук Построить Только Для этого Надо Вырасти До Десяти А нету Подходящего Места Обалдеть Только Рядом С центром Города Так Подождите Давайте Уточним Священное Место Центр Военный Лагерь Гавань Кампус Развлекательный Так Стоп Акведук Район Поставляющий Городу Из соседнего Реки Озеро Азис Элегор Ага То есть Он должен Быть рядом С центром Города И рядом С рекой Блин То есть Он должен Быть на месте Вот этого Центра коммерции Я не очень правильно Поставил Поэтому Я не смогу В Астрахани Акведук Построить И увеличить Жилье Так Какой-то шпион Не смог Выполнить Опять Греческой Империи Ну Вы даете Право Прохода От Скифов Заодно Солото Вход Ну Вы знаете Почему Нет Я типа Принимаю Везде Право Прохода Вроде Как Улучшает Отношения Хотя У меня Хорошее Отношение Только Только вон С греком Давайте Глянем У новых Наций Ну Франция Вообще Только Четверых Нашла А он Кстати Еще Кого-то За Францией Еще Какой-то Юнит Юнит Нация Так А Испания Тоже Только Четверых Так Что Я построил В Казани Кто-нибудь В курсе А Храм Я построил Так Дом Собрания Могу Купить Зашибись И Стоит Мне тут Строить Акведук Пока С жильем Все нормально Мне не хватает Три Населения До промышленной Зоны Сейчас вырастет И построим Промышленную Зону Пока Можно Банк Построить Так Производство В Соликамске Обрабатывает 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 Зашибись Вот я пока Не понимаю Вот этой Мистики Почему У этого леса На одно На одно Производство Больше Пока Единственное Что я вижу Что разница Здесь речка Есть рядом Возможно Вы Мне Расскажете В комментариях Какой ты Сладенький Прям Так Хорошо Разговариваешь Ну У меня осталось Еще одну Нацию Найти Смотрите У Негра 15 Город Жителей Так Убили Шпиона Греческой Империи Ну В принципе Мне надо Уже В другую Сторону Бежать Потому что Где-то За Испанией Последняя Ненайденная Мной Нация Давайте Давайте Теперь Посмотрим По науке И культуре У меня 95 И 46 Посмотрите Наука На 55 Больше У Бразилии У Японии Меньше У Египта Меньше У Греции Меньше Саладин Примерно Одинаковый У Франции Намного Меньше 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 То есть Смотрите Я уже По науке Проигрываю По-хорошему Только Бразилии Так Смотрим По культуре Ну По культуре Конечно Ну Тут очень Грек Крут Тут Хотя бы Примерно На равных Иду Ну И по силе Армии Тут Примерно Одинаково Если уж Так Говорить Но Бразилец Вырвался Прям Офигенно По Науке Это Просто Трындец Какой-то Тут Надо Чтобы Просто Все С ним Воевали Просто Все Сейчас Глянем А с ним Воюют Только Греция И Япония Вот бы Еще Кто Ну Вообще Все Его Не Любят Просто Его Все Не Любят Так Так Что Нормально Вот бы У него Еще Города Стали Захватывать Военное Дело Филипп Выносит Подбуждение Монте Суми Так Ну В принципе Я вот Сейчас Планирую Уже Заканчивать Тогда Это Видео Сейчас Отправлю Посла Мы Его Отправим В Силу Мы Его Отправим Постепенно Мы Своё Развитие Выровняли Греку Не понравилось Что я В Сеул Отправил Не понравилось Что я В Сеул Отправил Своего Посла Так Казань Вырастет Астрахань Вырастет Замопетербург Вырастет Постепенно Начинаем Немножко По развитию Ребят Догонять На этом Пока Всё Играйте В 2GIS Пользуйтесь Хотел сказать Пользуйтесь Умными Играйте В умные Игры Естественно И Продолжение Надеюсь Будет Скоро Спасибо Что Засырели До конца Я Лёша Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео У меня К вам Несколько Просьб Во-первых Не забудьте Поставить Лайк А во-вторых Поделиться Этим Видео Раз уж Вы Засырели До конца Видимо Оно Вам Понравилось Я Буду Благодарен И Это Поможет Распространению Моего Творчества Для Более Широких Масс На этом Всё Играйте